Всем-всем добрый день! Эфир сохраню, расскажу. Значит, у нас много очень новых подписчиков. Мы хотим вам рассказать про Уральскую усадьбу. Все знают прекрасно, что у нас собственное производство, собственная полимерно-порошковая камера и большая, огромная выставка-презентация. Как бы ни говорили, что она такая-сякая, но она есть. И на ней я могу показать все, что мы производим. Все допы, все комплектации и так далее. Но большинство, конечно, нас из-за маленькой площади невозможно представить, но основные я вам расскажу. Потому что большинство, только крупных московских производителей, есть выставки такие огромные, которые показывают свою продукцию. Давайте начнем. Вот наша территория. Это база, на которой мы находимся уже 10 лет. Заезд, охрана. Стоит беседка наша для охраны. Разворачиваемся. А это выставка. Вот этот цех полностью, тоже наш, где находится производство. Вот этот вот цех полуразрушенный. Видите, в каких условиях малый бизнес работает. Это полимерно-порошковая камера стоит огромная, которую мы красим все. Подскажите, качество хорошее видео? Звук? Все хорошо? У нас сегодня ребята все разъехались на монтажи. Газелей нету, как видите. Погода сегодня теплая, так сказать, летная. Снежочек, градусов 5-6, наверное, на улице. Солнышко светит. Давайте пойдем, буду рассказывать. Вы задавайте вопросы, если есть какие вопросы, по теплицам расскажу. Вот это вот хлебница. Запустили в этом году, весной. Очень много просили, долго думали. И, так сказать, родили. Родили с высоким качеством. Естественно, на всех ошибках. Так же все. Сейчас вам еще скажу. Смотрите, из чего мы производим? Мы производим теплицей из оцинкованной трубы только. Но с полимерно-порошковой окраской. Что это означает? В чистом виде оцинкованная труба все равно поддается корродированию и сжавчины. То есть, она начинает разрушаться, у нее появляется налет, она окисляется. Шов, который соединяет между собой стороны трубы, он начинает ржаветь. Предыстория. Понимаете, да, теперь? Вот такие парни уральские. Размеру метр двадцать на метр, если быть точнее, метр семнадцать на два метра. С двух сторон открываются вдруг дружку крышки. За ним стоит веседка закрытого типа. В основном ее заказывают организации для курилок. Никому не советую. Бросайте курить в наше время. Я, если честно, бросил уже как месяц, не курю. Были на то причины. Следующее. Качель. Мы делаем только капитальную мощную качель, но у ней огромный плюс в том, что она разборная. Спасибо, вот такая хлебница. Она качель разборная. В основном вот такого габаритного размера качели делают цельно сварные, которые в другой регион никак не отправишь. У нас же она разборная, хотя бы более-менее, чтобы в транспортировке в другие регионы была цена адекватная. Вот так вот. Следующая идет, стоит за ней, уральская вип. Это, вы понимаете, мы как придумываем теплицу какую-нибудь, они становятся хитом. Потом придумывают другую, становятся другим хитом. Это готическая форма. Каплевидная коньковая. Готическая коньковая форма с полускатом, видите? Полукругом. С прямой стенкой. В чем плюс ее перед каплей. Ну, соответственно, там больше металла, больше доборки, больше поликарванта и цена выше. Также мы занимаемся коллектованием других городов, транспортными компаниями. Есть, комплектуем еще емкости. Емкости только продаем качественно. Это Экопром питерский. С ними работаем больше пяти лет. Зарекомендовали себя со стороны только качественной продукции. Делаем под них всевозможные подставки на любую высоту. Вот эта подставка универсальна. Можно как-то перевернуть ее высоко поставить. Высоко, да? И наоборот, и будет ниже. В основном беру вот эту емкость Т-300. Она 300 литров, аккуратненькая, небольшая в теплице. И Т-500. Вот такая большая. У меня стоит в теплице две штуки, если кто помнит. Идем дальше. То есть на выставке лавки всевозможные тут такие, видите, какая красивая. У нас был большой заказ. Парк мы один. Обустраивали. И вот я специально одну лавку оставил, чтобы показать, что мы можем делать. Не продаем ее. Может за большие деньги продадим. Ну, здесь стекло хранится у нас много. Еще там есть стекло в другом месте. Это стекло на монтаже стеклянных теплиц. Это стоит здесь 4 на 6 легенда. Два с половиной на 6. Три на 4. Вот. Идем дальше. Доставка в другие города. Конечно, есть. Где есть филиалы транспортной компании, туда мы спокойно доставляем, отправляем. Это ВАЗОВОЗ, КИТ, он же GTI, Энергия. ПЭКом сразу скажу, не работаем, потому что у них очень простое отношение. Не клиента ориентированы они. То есть, какая-то бюрократическая организация, вместо того, чтобы работать, занимается бумажным творчеством. И деловые линии. Вот так вот. В основном мы работаем вот с четырьмя компаниями. Вот это павильон. Три метра. Так сказать, хит наш. В нем все доведено практически до совершенства. Перелив стеновой. Торцевое обрамление. Резинка. Само исполнение. Мощная арка. Мощная труба. Двери. Даже видите, они у нас под мини-склад. Здесь летние души-баки для летних душах стоят. Лавки стоят. Двери на теплице, которую скоро монтаж. Алюминиевые. Вот такая мощная арка. Видите? Здесь даже заходишь, здесь тепло в теплице реально. Здесь плюсовая температура. Представляете? Вон дверь стоит с автоматом. Просто плюсовая температура. Идем дальше. О наших тонкостях. То есть, по дверям. Вот смотрите. Никого такого ассортимента нет в двери. Это дверь двухстворчатая. Раз, половинка, два. Дверь цельная. Дверь с форточкой. Здесь снят механизм открывания. Ручка. Потому что стоит автомат. Люди по незнанию просто ломали все. Поэтому мы демонтировали ручку. Чтобы эта форточка открывается автоматически. Сама открывается, сама закрывается. Ну и тут везде, соответственно, стоят лавки. Везде у нас тут всякие разные. Вот обратите внимание. Вот видите. Мы их продаем со скидкой. Они как образцы стоят. Мы их продаем со скидками. Потом или новую. Если клиент хочет прям новую. Новую. Если хочет супер скидкой, то берет с образца. Сам ее, например, подшкурил и покрасил. В любой цвет, какой он хочет. Идем дальше. В общем, это стоит наш павильон еще до внешней давности. Мы его сделали под огуречник. Поднали на 50 сантиметров брусом. А что это пополам? Сделали теплый пол. Но не теплый, утепленный. Будем, давайте говорить точнее. Утепленный пол. И вот недавно. Просто ставил на 21 градус. Начали болеть огурцы. Плохо росли. Плохо полотносят. Поставил плюс 25. Электричество начало счетчик выбивать. Думал, думал. Утром проснулся. И вот. Ребята, мне что совместно со мной сделали. Мы его утеплили. И теперь там просто ташкент огурца. Утеплили как пупырчатая пленка, стричь пленка и скотч. Как видите, да? Главное, стены. Что мы весной и будем делать. Мы ее немножко переделаем. Чтобы вот этого, как говорится, колхоза не было. Утепленного. Чтобы снаружи все было красиво. Мы ее будем утеплять вторым слоем снаружи. Давайте зайдем. Дверь даже, видите, здесь. Сделали. Вот. Вот она. Дверь здесь теплая стоит, конечно. Заходим. Здесь просто ташкент. И работает теперь от датчика просто вот такой ветерок. Постоянно. Смотрите, температура 28 градусов. Настроена на 25,5. Обратите внимание. Сразу огурцы пошли. Раз, два. И тут еще висели. Вон все возможности. Здесь вот смотрите. Это означает, что не хватает калия. Подкармливали банановыми настойками с бананов. Сейчас в эти выходные будем или биогумусом, или не помню, как название. Ну вот с кальцием. Вот видите огурчики. И сразу же они в рост пошли. Вот как только температуру добавил, да? Но тут видите, как они болели. Вон они, видите, огурцы висят. Прямо махом. Они просто болели из-за температуры. Поэтому огурцам, кто хочет выращивать зимой, нужно тепло. 25-26 градусов. Обязательно. Вот будем некоторые, которые больные, выкинем. Ну то есть вырвем. Видите, какие прекрасные огурцы висят. И вот они болели. Пока я им не сделал температуру и тепло. Они, как дети, огурцы вообще очень привередливые и очень любят тепло. Кто давно уже, кстати, назад. Вот и они сидят вот в таких канистрах. Будем в марте переделывать, значит, внутрянку. Уже на фоне всех ошибок совершенных. И сделаем теплые грядки с нашей лентой обогрева, которая у нас есть. Которые вы знаете, сделала грядка. Сейчас пойдем дальше. Зайдем еще в зимнюю другую теплицу. Именно зимнюю. Которая автоматически работает. Ну, здесь, обратите внимание, значит, стоит все павильоны. Это 2 метра шириной. Это 2,5 метра шириной. На улице минус, сейчас где-то минус 5, минус 6. Сегодня потеплело. А ночью до 12, минус 12. Дальше идем. Здесь теплица со сдвижной крышей. Которая доведена до совершенства. Никто не знает даже, как это. Сколько смотрел, все везде плюются. Листы вырывает ветром. Но тут есть тонкости, которые мы никому не рассказываем. Это наше ноу-хау. Чтобы эта теплица со сдвижной крышей не была парашютом. А была именно для удовольствия. То есть, человек, чтобы ей пользовался. Вот так вот. Это пристенная, шаблонная. Даже многие там к забору ставят небольшая. Метр двадцать у нее и вылет. Это наша первая теплица. 5, 6 или 7 лет назад я ее придумал. Очень много нам Москва требовала теплиц. Но была дорогая доставка. Мы ее сделали уральская люкс. Первого домиком классическую. Она состоит из трех деталей. Стойка по кругу и стойка. Но отказались. Потому что мы производим капитальные теплицы. Бывает, их заказывают редко. Может, одну, две в год. Кому нравится. Здесь в основном заказывают то, что высота пониже. Два с половиной. Это уже все по-другому. Уже делается горизонтально. И то, что вот здесь вот такой элемент мы придумали. Вот видите. Вот такой вот буквы ЗЮ перелив. То есть, как бы такой небольшой карнизик. Видите, из-за этого еще покупают их. Берут. А так, после этого мы запустили легенду. Вот он наш хит. Хит еще даже. Можно сказать. Хит, хитачище. Не знаю, как по-японски. Но это самая сейчас у нас легенда. Которая везет нас в будущее. Как Илон Маск на Марс. В общем, мы на Марс в теплицу летим. Отойдем. Здесь у нас стоят капли. Значит, капелька ВИП. Арка двойная ферма. Тоже история интересная ее создание. У нас как-то случайно пришла тонна трубы из миллиметровки. 20 на 40. Куда ее девать? Мы ее не применяем. Производитель кому-то отправил в Екатеринбург. Тот отказался. Или денег. Очень не знаю. Это было лет 5 назад или 7. Мы ее забрали. Долго голову ломали. Что с ней делать? Мы не применяем трубу меньше 1,2. Выкинуть жалко. Там 40 или 45 тысяч заплачено. И вот решили сделать двойную трубу, которая выдержит любую нагрузку, но в виде двойной фермы. Вот так вот и появилась капелька ВИП. Бывают вот такие. Все по-честному. Видите, вам рассказываю. Ну, естественно, когда эта 1-мм труба закончилась на арке, мы производить стали из 1,2. Но в этом году мы еще заменили. Наружка стала 20 на 40. Внутренняя подпирающая 20 на 20. Вот так сказать, перевели к порядку все это вот наше хозяйство. Здесь стоит впереди 2,5 метра. Капелька ширины специально не стоят, чтобы человек, то есть заказчик, покупатель, видел. В чем разница? В основном, я вам честно скажу, последние годы начали заказывать 2,5. Вы если вот видите, да? Обратите внимание, сколько площади теряется участка и площади в теплице, которую вы просто не будете использовать. Обратите внимание, стена прямая и вот этот кусочек 25 сантиметров. Все, практически многие стали считать площадь участка, использование КПД и так далее. Понимаете? То есть мне очень нравится, что мы продвигаем массы, чтобы думали. Не просто он пришел на рынок, хапнул и ушел. А надо думать, как бы обсуждать, смотреть, наблюдать, прежде чем что-то заказывать. Поэтому мы их поставили рядом. Идем дальше. Также капелька дойдем, вон там стоит 2 метра шириной. Это вообще хит, брали у нас это летом, очень много их. Потому что она вообще 2 метра шириной идеально встает в любой участок. Вот обратите внимание. Прям идеально, идеально. Смотрите, какая форма. Стены высокие. Смотрите, прям шикарная теплица. Ну, Дагестан даже отправляли в Грозный. Они так, как идут местные, цельное все сварное, отправляли разборное на 2 части, чтобы доставка была дешевле. Вот так вот. Такая, ну, реально, что она получилась прям красавица. И вписывается в любой ландшафт. Обратите внимание, да? Прекрасная же теплица. И стены, и можно 2 грядки сделать. По 60 сантиметров, проход 50, и все. И прям красота. Смотрите, Мусяка у нас. Муся, ты проголодалась? Бегаешь, бедная. Так, что дальше? Опять лавки. Тут солнышко светит. Идем дальше. О чем мы еще с вами не поговорили. Подставка. У каждого садовода, дачника, вот должна быть стоять вот такая бочка. Кто знает, да? Вот такая бочка. Для чего? Чтобы летом поливать теплой водой. Это как накопительный бак для огорода. В теплицах я вам показал. Капельку можно установить, да? Установить термоприводы. Которые автоматически, чтобы открывали форточки. Можно из этой подставки сделать сарай. Вот у меня, например, сделан хозблок. Сарай, где я складываю лопаты, всякую ерунду. Можно сделать даже душ летний. Можно даже сделать теплицу. То есть все, что угодно с этим сараем, можно с этим основанием сделать. Он разборный. Отправляем в любую точку страны. Собирается на болтах. Идем дальше. Про автоматы. Вот на капельку, смотрите, ставится вот такой форточный блок. Или вот такая фрамуга боковая, видите? Ручная или с автоматами. Или же форточный блок. Видите, даже термопривод есть. Мы на выставке ничего не снимаем, чтобы в жестких условиях экспериментировать. Проверять на прочность. Ценник термопривода стоит он, получается, с пружиной 1500. Сейчас со скидкой 1300 для подписчиков. Идем дальше. Про легенду смысла нет. Тут каждый день про нее рассказываем. Особенно под стекло. У нас сейчас идут хиты. Очень. Мы сделали образец. Еще немножко ребята не одеяли. Форточный блок не успели поставить. Монтажи начались. Полный ассортимент. Только скачать на сайте прайс. Заходите в раздел прайс. И там надо в экселе скачать прайс. Но лучше всего написать заявку на сайте, там, заказ звонка. Или мне в директ, чтобы вам перезвонил консультант. Потому что мы все расскажем, покажем. Вы долго будете искать. А мы можем вам рассказать и подсказать все, что угодно. Ну, то есть, то, что вам нужно. Здесь, с этой стороны, дальше идут арочные. Это полтора метра шириной. Видите, аккуратненькая такая. Здесь два с половиной метра шириной. То есть, два и два с половиной. То есть, вся линейка закрыта. В капельку невозможно поставить стекло. Это надо покупать малированное стекло. И она становится золотой теплицей. Проще купить теплицу легенда дом. Вот так вот. А если с изгибом на капельку ставить стекло, это называется малированное каленое стекло. Малированное. Это когда стекло гнется в радиус какого-то изделия. Но оно очень и очень дорогое. Это мы собрали, значит, дачник обновленный. Обновленный, который а-ля легенда. С такими же обновлениями. То есть, переливами. С обрамлением. Ну, немножко пониже. Вот. Вот такой, видите. У него высота, у легенды, например, 2,80. Здесь 2,30. И высота стены 1500. Идем дальше. Сейчас у меня руки уже замерзли. Вот это стоит летний душ. Вот только что был клиент, наш подписчик, сделал хорошую скидку. Вот они у нас заказывали теплицу. Будут купили новый участок. Будут переезжать. Заказали вот такой летний душ. Значит, дверь. Многие еще заказывали сбоку. Можно дверь заказать под заказ. Сейчас вот это, смотрите, шпинга лет старого типа. Сейчас ставятся ручки-замок двухсторонний. Опа! Заходим. Трапик. Шторка. Мыльница. Крючки. Душевой набор это дополнительно. Бак тоже дополнительно. Баки идут от 110 до 250 литров. С подогревом или без. Крыша прозрачная. Стены ставятся на выбор. Или белое, или серебро. Чтобы у вас, так сказать, ваши прекрасные попы, груди, телосложения. Никто не видел у соседей. Хотя и заказывали с прозрачным. Ну, это нулисты, видимо. Или экспиционисты. Не знаю. В общем. В общем. Вот. Заказывались полностью с прозрачным. Не знаю, для кого они там жопы показывают. Может быть, одеты и моются. В труселях. Или в рейтузах. Так. Подскажите длину фермерской. Можно любую. Мы шириной самое большое делали 14 метров. А так, стандарты идут 12 метров шириной теплицы. Длина хоть весь шарик вам обкроем. Какая самая дорогая теплица. Легенда, конечно. Если брать из 3 метра шириной стандартно. Стоимость все согласно прайсам. Идем дальше. Значит. Арочная еще есть. Трешки. Вот они 3 метра стоят. Там в нее заходишь. Арки вверх 4 вида арок. Арочная 3М. Арочная крепыш. Фермер 3М. Фермер ВИП. 3 метра шириной. 2,09 высоты. Теперь по дверям. Как мне вчера один доказывал. Там лучшие двери. Вот. Смотрите. Лучшая дверь. Которая просто лучше не существует. Все обрамление. Дверь в двери. Форточка в двери. Везде нахлест. Сверху перелив. Ручка замок. Крючки. Для фиксации. Вот это дверь. Дальше еще. Сейчас покажу последнюю. Покажу теремок. И пойдем дальше. Вот это тоже парник теремок. Самый первый. Варничок. Видите, стоит. У него ширина 1,40 метра. Высота 1,5 метра. Открываются крышки с двух сторон. Длина может быть любая. Без ограничений. Все. У меня руки замерзли. Уже не сгибается. Скидки. Да. Смотрите. По скидкам. Вот она легенда стоит. Это сторона. Две стороны стекло. Крыша стекла. С другой стороны. Обратите внимание. Поликарбонат. Скидки сейчас есть на доставку. То есть практически. Да если вы берете комплект. Доставка в подарок по России. Там в зависимости от региона. Потому что, например, на Камчатку. Я Дальний Восток не могу отправить. Там доставка просто золотая. На Дальний Восток. Там в Новосибирск. Еще в Красноярск. Мы еще можем позволить. Например, в Калининград. Даже не можем позволить. Потому что там просто будет цена такая. Что может быть до цены теплицы. То есть центральную часть. Юг. Север наш. Вот это. Красноярск. Там Новосибирск. Вот это. Абакан. Тут что ближе. Мы можем себе позволить. Вот это вот легенда. Что еще нам задавали. Снега прислать в Ростов. Тогда и мороза вам надо отправить. И мороза. Давайте пойдемте в нашу зимнюю теплицу. У меня руки уже просто окаменели. А. Вот это вот стоит легенда. Два метра шириной. Такая простенькая. Спряталась. У меня ключи. Ключи есть. Вот это вот в прошлом году я сделал теплицу. Просто от того, чтобы надо было чем-то заняться зимой. Огород, так сказать. Кто думает, что это дешевое удовольствие, а тот глубоко ошибается. Это очень и очень дорогое удовольствие. Пойдемте в нашу вотчину, которую Наталья Алексеевна не разрешает никому ходить. Правда. Даже зашториваю, чтобы снаружи видно не было. Опа. Заходим аж. О, руки-то у меня. Это что? Ну, это теплица наша зимняя для удовольствия. То есть наша отдушина после работы, которую, если кто в прошлом году помнит, старенькие подписчики эксперимента, у нас умерли все в один день здесь все умерло. Не умерло, а сгорело. После этого я сделал быстро вентиляцию принудительную, которая, смотрите, даже сейчас работает. Знаете почему? Обратите внимание. Все на датчиках. Теперь все на датчиках. Знаете, 25,5 в верхней точке. Вентиляторы работают на вытяжку. Все супер. Здесь светильники висят. Сейчас надо вот этот убрать, потому что здесь огурцы растут. Его надо на пол поставить. Здесь вот такой предбанник. Даже с тепловой пушкой. Видите, выключен автоматически, только дует. Здесь стоит емкость. Воды забыл набрать. Есть чего, да. Ну и всякие тут. Техническое помещение. Давайте посмотрим, что у нас сейчас здесь растет. Здесь растут перчики, которые тут половину уже сорвались, скушали. Огурцы немножко. Сейчас я тут выключу, наверное. Ох, не залезли туда. Сейчас минутку. Куда он подключен-то? Не вижу. Провод идет. Где? Провод-то где? Ох, оп, оп. Сейчас вижу. Нашел минутку. Вот он. Вот он, вот он провод, провод. Вот он, кажется. Нет, не он. Какой-то из них. Во! Все, да. Выключил. Так, сейчас моего. Опа! Что ты будешь делать? Вот так вот. Вот. Вот такая. Вот видите, 24 градуса. Пока я упал вниз, сейчас нагреется. Здесь висит фитопрожектор. Тоже огурчики растут. Тоже они болели. Вот стой теплицы перенесли. Вот. Все начали расти. Все отлично. И здесь. Вот повеся лампу. Смотрите, какой полного спектра. И вот они начали сразу позеленеяли. Листики все отлично расти начали. Здесь также присутствует, когда вечером, мы в основном уже вечером приезжаем работать. Здесь есть обычный свет. То есть обычное освещение еще. Видите? Подписывать надо провода. Тут я все и так знаю. У нас нету тут лишних людей. Устройство, значит, обычное. Теплый пол, теплые стены. Грядки металлические высотой 300. Видите? Тут Наталья Алексеевна и в кашпо, и в ведрах. Ругать меня будет сегодня, что я снимаю. Тут всевозможные помидорки. Лучок. То есть для себя, для дома такое, чтобы сделать салат. Тут все есть. Даже вот вчера, если кто смотрел сториз, ели клубнику. Или вчера, или позавчера. Тут уголочек такой у нее. С клубничкой. Вот видите, вода с грядок. Или конденсат откуда-то надо сверлить отверстие в пол. Так, это что у нас тут? Розовый котя, черри. Что-то не подписано, вот, Алексеевна. Видите, какие аккуратненькие кустики. Вообще шикарные. Так вот. Здесь вот. Вот это наш всемирно известный теперь уже ананас из Вьетнама. Скоро плодоносить будет. Вот тут были помидорки. Наталья Алексеевна сорвала уже на обед. Скушали. Здесь базилик. Прихожу, щипаю и ем. Ммм, какой аромат. Еще один огурчик торчит. Поэтому, вот, все просто. Но, конечно, все это очень и очень дорого. Поэтому, поэтому вот так вот. Такая красота. Еще что-то там у ней. А, тут эксперимент провожу. У меня растут, сейчас я вам покажу, турецкие. Когда мы были осенью в Турции. Смотрите, это турецкий. Там, получается, 50 рублей на наши деньги. Там семян штук 100. Посмотрим, что получится. Вот тут один. И где-то еще две штучки. А вот тут спрятала Анталья Алексеевна где-то вот тут. Он даже плодоносить, что ли, уже стал? Нет, это не тот. А, вот он один стоит. Вот второй. И где-то там третий спрятался. Посмотрим, что из этого получится. Турецких семян с Турцией. Тут даже перец какой-то растет. В общем, везде, везде что-то вкусности какие-то. И все прекрасно. Ну что, давайте на этой ноге прекрасно все расскажем. А, давайте я вам еще покажу. Посадите редиску. Редиску растет. Вот она. Я ее так ем. Вот она растет. Вот она у нас почему-то пошла. Я не лезу сейчас сюда. Знаете, как редиску растет? Все очень просто. Посадили. Три дня под пленкой. Выклюнулась. Под лампу, чтобы вот такое расстояние было. На три дня. Потом чуть лампу выше. То есть три дня, трое суток. Круглосуточно лампа. Потом выше. Для чего? Чтобы вот такое не получилось. Потому что света мало. Она уходит в траву. То есть в листья. Редиска. Кто хочет на подоконнике вырастить. Вот слушайте внимательно. Три дня под пакетом. Три дня только проклюнуло. Сняли лампу. 24 часа. Вот на таком расстоянии. Потом выше поднимаете. И ставите с 8 до 8 вечера лампу. Подсветку. Если вы этого не сделаете. У вас будет вот такая ботва. Видите, как она тянулась. К лампе. Вот. Теперь ее только как микрозелень есть. Больше никак. Так. Не хочет надо Алексею на редиску растить. У нее везде всякая укропа. Зелень. Вот это, наверное. Не знаю, что попробую петрушка. Но это петрушка. Это не кинза. Обалдеть. В общем. Пойдемте. Сходим в офис. В офис. Сейчас я тут сделаю такую. Мини. Мини. Шторку. Чтобы с улицы видно не было. Что у нас тут. Растет. Чтобы не ходили. Не глазели. Наталья Алексеевна. Муся. Пошли. До офиса. Сейчас я покормлю еще раз. Голодайка ты моя. Закрываем на замочек. Забил выключить. Свет. Это будет круглосуточно светить. Сейчас минутку. Сюда. Потом схожу. Теперь идем дальше. Про офис, который называют многие сараем. Ну что сделать. Такие мы простые люди. Заходим в наш офис. Видите, тут даже теплица уральского усадьба. Муся погреться пошла. Пошли. Заходим. Здесь у нас все просто. Дипломов куча. Видите? Всевозможных. Вадимир Владимирович Великий. Картинка с Доминиканы. Всякие магнитики, где мы бывали. Семена партнер. Любимый всеми. И всей страной. Василий Ивановичу огромный привет. Если смотрит. Ну и с этой стороны тоже огромное количество дипломов. Павлович это смотрит. Камеры. Сейчас, подожди, дай. Это прямой эфир. Здесь везде камеры у нас стоят. Папы. Ну вот. Кепки все возможные. Вот так мы живем. Поэтому всем огромное спасибо за просмотры. Также у нас стоят атоны от Амилайта. Убивающие всех микробов. И ковид, дождь в том числе. Поэтому мы счастливо, счастливо ждем. Всем огромное спасибо за просмотры. Всем пока-пока. Прямой эфир сохраню, выложу. Всем пока.